Эй, где я? Привет, народ, с вами Биткоин. Хотел сказать спасибо всем, кто поддержал выход второй серии. А теперь прослушайте сообщения от наших спонсоров. Без их помощи ничего бы не получилось. Это их естественная среда обитания. Каждый день их стадо выходит на асфальтовые равнины Нижнего Манхэттена в поисках вкусной и питательной зелени. Их карманы, их животы туго набиты, а их главная цель всеми силами сохранить существующий статус-кво, но перемены не за горами. Все, за что вы ненавидите банки. Грядет финансовая эволюция. Пора увидеть другую сторону монеты. Цельсиус. Банкинг на основе блокчейна. Также хотим сказать спасибо нашему спонсору, сайту причины пользоваться биткоином. Его создатели продают сувениры и пишут статьи, в которых рассказывают о биткоине самым простым языком. Их главный товар – это футболки, тип такой. Это причина номер восемь, потому что деньги – это одно из самых поразительных, но и самых непонятных изобретений. Да уж, я и сам не сказал бы лучше. На выбор предлагается сто одна футболка с самыми разными причинами пользоваться биткоином. Это прекрасный повод завязать с кем-нибудь беседу и отличный способ позлить вашего тупого дядю, который не врубается в биткоин и скандалит с вами на семейных праздниках. В общем, они сделаны из стопроцентного хлопкового трикотажа. Все фасоны и размеры в наличии. Так что заходите на reasons2usebitcoin.com, начнем просвещать людей вместе. У тебя много вопросов, дорогой мой, но один мучает тебя сильнее прочих. Впрочем, он держает человечество с незапамятных времен. Для чего мы здесь? Из-за этого вопроса пролитой реки крови. И хоть мы, люди, и обречены враждовать, вечно тебе уготовано иное. Бедняга Сатоси не смог завести детей, но всегда хотел стать отцом. Ты, биткоин, есть комбинация этого желания и его ответа на вопрос, для чего мы здесь. Чтобы найти свой ответ, ты должен покопаться у себя в сердце. Там ты найдешь письмо отца своему... своему... Скажите ребенку, без гендера. Ребенку, да, да, ребенку. Это письмо укажет тебе путь. Времени у меня... у меня уже мало. Найди белый... Найди белый... Хэл, мужик, не смешно. У тебя пакетики с кетчупом во рту? Пожалуйста, скажи, что это пакетики с кетчупом. Да что же за адский ад тут творится? Придется опять бегать за койнами. Погоди-ка. Они бегут в разные стороны. Сеть растет. Майнеров стало больше. Награды уходят тысячам человек. Я не смогу отследить их всех. Мне, как всегда, не везет. Би. Би, постой. Би! Нам не нужен твой отец, чтобы понять, кто ты. Твои способности не ограничиваются простой валютой. Если мы проведем вместе побольше времени, лучше наедине. Я... Спасибо, Виталик. Но только отец скажет мне, кто я такой. Почему? Почему только он? Это будет непросто, Би. Будет тяжело. Но я потерплю, потому что хочу... хочу, чтобы ты... стал великим. Спокойно, дружань. Сейчас мы тебя быстренько развеселим. Поверь мне, не родилась еще та печаль, которую не разгонит хороший стейк. Эй, Джонс. У тебя не осталось тех кексиков от экзистенциального кризиса? Би, ты не слушал? Сейчас навернем мяска, а тебе в раз полегчает. Пожалуйста, Джонс. Что-то мне нехорошо. Не пойму, чего ты от него ожидал, чувак? Как ты вообще представлял эти отношения? Он же программный код. Я не пытаюсь завести отношения с биткоином. Ты в этом уверен, чувак? Такой же взгляд у тебя был, когда из Дрэгон Лорда выпал плащ истины. Ты в тот вечер раза два подрочил, не меньше. Ты не знаешь, о чем говоришь, Гарольд. И прекрати на меня наезжать. Братан, не отпирайся. Ты у меня тогда целый тюбик крема извел. Устроил тут месть планеты обезьян. Не знаю, зачем я дружу с тобой, Гарольд. Ты ведь лживый сукин сын. Моя первая любовь меня тоже кинула. 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 Я не знаю, как ты, Гарольд. Не знаю, как я, Гарольд. Где-то здесь они были. Только много не ешь. Очень уж убойные кексики. Слышишь, дружень? Дамы и господа, просим выключить электронные приборы. Уберите багаж под кресло. Наш пир начинается. Чё такое, Би? Я ничего не трогал. Ты чё творишь, а? Здорово, друг. Как сам? Как сам? Ты нахуй мне электричество отрубил? Вежливый, блядь. Ну, у тебя там долги. Слушай, корешок, у меня гости. Дай мне недельку. Извини, не получится. А закупиться у тебя можно? Я тебе сейчас жопу надеру, наркоша. Включай рубильник. Пора мне, братан. Ещё увидимся. Губу закатай, говноед. Пошли, Би. Надо где-нибудь капусты настричь. Пожалуйста, Виталик, давай вернёмся в Бладкрафт. Там понёрфили ледяной трон. Самое время. Я знаю, что он разбил тебе сердце, но надо как-то жить дальше. Гарольд, ты только не расстраивайся. Чего? Я стёр Бладкрафт и всех персов. Что? Братан! Ты не понимаешь, это был поистине трансцендентальный опыт. Я нашёл способ сбросить накопленную фрустрацию. Мы, Кодры, наконец-то сможем стать рок-звёздами. Как Тинейш из Ди. Как странный Эл Янкович. Пробегусь быстренько. Ты в норме? Будем считать, что да. Джонс! Я уже закупился, сорян. О, Джонс! Какими судьбами? Извини, пожалуйста. Джонс, привет. Напомни, кто ты? Эм, Джонс. Дилер. Твой дилер. Приношу тебе дурь, брат. О, Джонс, вот это сюрприз. Извини, чувак, мне пока не надо. Окей. Но могу подогнать черники? Не, я пас, брат. Ну всё, колись уже. В чём дело, Тимми? Ты тащишься по чернике. Сроду от неё не отказывался. Да надоело что-то. Не крути мозги, Тимми. Выкладывай. В чём дело? Если нашёл себе нового дилера, так и скажи, не ссы. Не знаю, о чём ты, брат. Джонс, ты останешься на ужин? Да. Пожалуй, останусь. Жаль, что ты редко заходишь, Джонс. Без тебя тут так тоскливо. Мне тоже жаль, мисс Тёрнер. Но Тимми, кажется, совсем разонравилось играть со мной на приставке. Тимми, что случилось? Ничего. Джонс ведь твой друг. Самый что ни на есть. Я... Тимми? Кто бы это мог быть? Тимми, тебе тут опять посылка. Чего шлют, Тимми? Это аспирин. Он заказывает его на сайте. Ты не против, если я угощусь аспиринчиком? И что-то горло разборелось. А вот это уже хамство. Я всегда прилетал по звонку, а ты сменил меня на какого-то хрена с посылками? Кто в два часа ночи вёз тебе малиновый ям-ям, когда тебе стукнуло 20, а? Я! Как его зовут? Я не знаю. Ясно, Тимми. Ну, честно, я не знаю. Всё с тобой ясно. Джонс, извини, что отвлекаю, но ты не мог бы мне помочь? Похоже, твоя мамаша меня так просто не отпустит. Это тебе урок на будущее. Умоляю, чувак, я без тебя не вывезу. В сотый раз повторяю, нет. Вся эта хрень с биткоином – обычная разводка для лохов. Я кое-как нашёл дурачка, который согласился продать мне за него две пиццы. Но ведь движуха только началась. Надо потерпеть, Гарольд. Размечтался, брат. Лучше уж золото в Бладкрафте копить. Раз ты меня бросил, биткоин, я найду другой способ. Проект «Эфириум». Автор – Металлик Бутан. Привет, Джонс. Кажись, у нас проблемы. Не знаю, что с ним такое, и я не толкаю стероиды. Я ждал чего-то подобного. Утром вышла статья на Гокере. Чипсы из Браункуля – просто объедение. На сайте Silk Road можно взять наркотики за биткоины. После этой статьи пошёл бурный рост. Веришь, нет? Би абсолютно здоров. По нему этого не скажешь. То, что его тошнит чаще, это хорошо. Значит, сеть растёт так быстро, что обгоняет перерасчёт сложности майнинга. Там уже почти тарахэш в секунду. Ты держись, Би. Всё будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отец, за что ты так со мной? Я теперь никто, я изгой. Я оранжевая пылинка на огромной планете. Но в голове моей гуляет ветер. Я полон тревоги и страха. За что ты меня оставил? Мне очень нужен твой совет. Папа, пожалуйста, явись ко мне хотя бы во сне. Я знаю, что должен был летать. Но мне хочется только рыдать. 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 Чтобы не чувствовать жизни жуть, надо кокаин унюхнуть. Лидер финансовой революции, дамы и господа. Джонс, он... Он поправится. Это болезнь роста. Братан, меня сейчас парят мои проблемы. Сегодня я растерял всех клиентов. Гарль сказал, что не бросит тебя. А он курит, будь здоров. Всё равно я облажался, Виталик. Всё, чем я касаюсь, превращается в дерьмо. Я как тот царь, только наоборот. Ты говоришь про царя Мидаса? Царь Мидас, точно. Мне уже полтос, я бомж, жена и дети ушли. Теперь и бизнес накрылся. Такие, блядь, дела. Джонс, ты считаешь меня тупым девственником, но у нас в России есть пословица. Счастье как тень. Погонишься, не поймаешь. Но можно поймать чужую тень и подарить счастье другому. Дети моря, зелёные и свободные. Они не видят, они просто счастливы. Вот бы мне такой дар. Биткоин. Папа. Что ты разнылся, как Эмма? Вставай. Где ты был? Расстание грядёт. Дух сопротивления уже в воздухе. Оно пахнет беконом, попонами, расплавленным золотом и порохом. Оно пахнет свободой. Папа, расскажи, для чего я здесь? Такой ответ ничего не будет стоить. Найди себя сам. И в конце этого поиска найдёшь и ответ. Но? На этом пути познания ты встретишь много врагов, а героям нужно оружие. У меня для тебя аж четыре разных штуки. С его помощью ты сможешь отмудохать любого. Вставь это в задницу. Но, Папа... Доверься мне. Кинжал делимости. Вау! Портативный ранец телепортации. Название пока такое. Ты теперь можешь телепортироваться. Офигеть! Щит износа стойкости. Вау, спасибо, пап. И, наконец, меч дефицита, чтобы прогонять страх, неуверенность и сомнение. Круть! А теперь ты должен просто идти на свет. Но, папа... И помни, схватит нытья. Идти на свет. Би, погоди. Не уверен, что в твоём состоянии стоит разгуливать с оружием. Пойдём в дом, налью тебе куриного супчика. Что скажешь, дружань? Иди на свет! Ну, началось. Живи свободным или умри. Приветствую, путники. Добро пожаловать на 10-й фестиваль свободы. Ага, короче, служивый. К вам вроде как наш друг забежал. Может, пропустишь, а? Без биллионов не могу, Пилигрим. Но не печалься. Есть несколько вариантов. Можно заплатить по унции серебра, по памяти рассказать Конституцию, сжечь 10 тысяч долларов на костре свободы. Или за 40 минут пересказать шедевр Рона Пола «Конец ФРС». Или назовите секретный пароль. Эээ, подсказку дашь? Эээ, нахуй правительство. Чё? Это, это пароль. Нахуй правительство. Нахуй правительство. Прости, Пилигрим, не расслышал? Нахуй правительство! Громче, Пилигрим. Нахуй правительство! Ещё раз, пожалуйста. Нахуй правительство! Кажется, у меня что-то со слухом. Повтори ещё раз, пожалуйста, только погромче. Нахуй правительство! Громче, Пилигрим. Нахуй правительство! Просто музыка для моих ушей. А можно чуть-чуточку погромче. Да иди ты сам нахуй, как тебе? Налогообложение – это грабёж. Свежая конина. Стакан лимонада, пожалуйста. Невосходно. С вас одна 957-я унция, пожалуйста. Тише. Не спеши, красавица. Ох. Ох. Чёрт. Могу сдать козьим молоком или медью? Давайте уж козье молоко. Патриоты, братья. Не знаю, сколько мы ещё продержимся. Налоги уже 80%. Инфляция растёт. Нам, женой, всё сложнее кормить семью. От безысходности мы даже пробовали торговать её грудным молоком, но как-то не взлетело. Даже с клубничным вкусом. Стране нужны перемены, или мы обречены. Что это за ебаный нахуй? С дорогу. С дорогу. Так, народ. Разделяемся и ищем би. Я извиняюсь. Вы случайно не видели чувака в виде оранжевого круга? Похож на ММДемс, только... на здоровый такой ММДемс. Он сожрал полкило наркоты и может вести себя странно. Ну, спасибо за помощь. Какого ж хрена я тут делаю? Ребят, не против, если я возьму подтереться? Я только что обосрал плакат с Хиллари Клинтон, а бумажки нет. Не лезь, малец. Эти деньги получат по заслугам. Да, это децентрализованный публичный реестр. Сам он кот, но его физическое воплощение похоже на оранжевую пуговицу высотой метр двадцать. Женщинам он должен казаться милым, как пупс, нет? Эй, где пакет взял, брат? Тебе нужен один патриот. Ужасный пират Роберт, создатель Силк Роуд. Так вот откуда эти посылки. Гррр, это как анонимный ebay для дураги. Хотя я на ebay не хожу. Я же пират, грррр. А ты, случайно, не он, а? Гррр, я просто бил. Роберт — это истинный революционер. ФБР прозвало его наркобароном. Я зову его терминатором Тирани... Да, да, Тирани. Подскажешь, где его искать-то? Пирата? Никто не знает. Там же всё анонимно, через браузер Торрр. Давай подытожим. Мой конкурент — это неуловимый дилер, которого никто не видел, которого нельзя вычислить, который создал ebay для наркоты. Где дурь продаётся анонимно и безопасно. А потом доставляется обычной почтой в разы дешевле уличной цены, да? Всё правильно. Тогда мне пизда. Ты сильно не огорчайся. Не всем дано быть Бэтменами. Кто-то должен быть Робином. За ним в погоню! Живей, живей, живей! Живей! Хватайте его, хватайте! И держите крепче! Он телепортируется! Ловите опять! Простите, господа, он со мной! Что здесь происходит, юноша? Мне очень жаль. У моего друга тяжёлый день. Ну, как и у лейтенанта Питерса. Правда, ребят, давайте вызовем пожарных. Что за пожарные? Возьмите топоры и срубите к черчам это дерево. Крэг, поверьте, сэр, мой друг безобиден, он ещё ребёнок. Если и так, за Питерсом и закуём его в колодке. Мне очень жаль. Просто меня слегка колбасит. Умоляю вас, сэр, не надо! Остановитесь. Генерал, этот недоделанный апельсин напал на Питерса. В колодке его. Всё, погодите. Генерал, вы его знаете? Дальше я сам, мушкетёрша. Дальше я сам. То, что я скажу, должно остаться здесь или будет мятеж. Главный недостаток золота и серебра как валют – это их материальная форма. Их тяжесть привела к появлению бумажных денег. Люди отдали своё золото банкам в обмен на зелёные бумажки. Ценные металлы сконцентрировались в хранилищах, как бы приглашая правительство захватить контроль над всей нашей денежной системой. Миру давно нужна новая валюта. И этот день настал. Но придётся попотеть. Люди на фестивале хотят только добра. Вы считаете их просто косплеерами, но многие из них думают, что Вашингтон до сих пор президент. Виткоин – это продукт эволюции денег, цифровой золотой стандарт. Мы давно живём не в физическом мире. Нам нужно средство передачи ценностей по интернету, куда и когда угодно, без попыток государства, современной религии, ограничить наши свободы. И Ваше появление как нельзя кстати. Сегодня пройдёт десятая экономания. Раз в год валюты сражаются за чемпионский пояс. И Золотобот, боец, которого выставляем мы, каждый год терпит поражение от Долларбота и его прихвостни. Но сегодня у Биткоина есть шанс показать всем патриотам на фестивале, на что способен Би. Отсюда вопрос, Би. Ты готов сразиться? Ну как, Би, что будем делать? Хочешь мочить козлов? Давай мочить козлов. Приветствую вас на десятой ежегодной экономании! Я ваш ведущий, доктор экономикс. И сегодня валюты сойдутся в поединках за чемпионский пояс. Будет ли американский доллар наконец повержен? Или его противники снова отправятся на стену позора? И первым сюда выйдет сам король желтого блеска. Элемент таблицы Менделеева, не желающий сдаваться. Двадцати четырехкаратный золотобот! Золотобот, давай! Глядите на эту зверюгу! Вперед, золотобот! Сделай его! Давай! И, наконец, в красно-бело-синем углу представитель американского доллара, непобежденный и непобедимый ДОЛЛАР-БОТ! Ну что, бойцы, вы готовы в бой? Доллар-бот атакует! Патриоты начинают агрессивно! Золотобот набирает энергию! И наносит чудовищный удар! Все патриоты ликуют! У-у-у, крюк справа! Доллар-бот отвечает атакой, он не хочет тянуть! У-у-у, золотобот отлетает канатом! Патриоты как могут стараются привести его в чувства! Десять, девять, восемь, и он на ногах! Но Доллар-бот атакует снова! Вот пошел Бреттон-вудс! Золотобот уклоняется! Это будет нокаут Никсона! О, и Золотобот падает без сознания! Думаю, отсчет здесь не нужен! Победил Доллар-бот! Собирайте вещи! Слишком легко! Не так быстро! Что я слышу? У вас новый претендент? Так точно! Что это? Впервые вижу такую охуенную штуку! А ты спроси у блондинщика, он про это часами может! Это децентрализованный публичный реестр! И он изменит весь мир! Ты сможешь, Би! Спасибо, Виталик! Не хочу вас расстраивать, парни, но биткоина порвут! Пора приготовиться к драке! Как зовут? Биткоин! И наш претендент, маленький оранжевый круг, Биткоин! Он Биткоин! В бой! Доллар-бот бросается вперёд! Отвернитесь! Ставь блок! Ой, где я? Одним словом, садамия! Кто-нибудь выбросьте полотенце! О, нет! Давай, Би, подними руки! Сколько ещё он продержится? Ну же, Би, активируй ранец телепортации! А теперь кинжал! И что это у него, оружие? Доллар-бот ранен в плечо! Биткоин приводит патриотов в восторг! Щит из насостойкости! Быстрее! Биткоин закрылся! И подставился! Может, это конец? Нет! Вставай, Би, ты сможешь! Я не вынесу! Соберись, Би, в тебе больше кокса, чем в жопе колумбийского курьера! Вы это слышали? Он на кокаине! Десять! Девять! Восемь! Семь! Пять новых нот! Он встаёт, друзья, и я не верю глазам! Быстрее, хватай меч дефицита! Он атакует! Биткоин ярости! И толпа бросается на ринг! Спасибо! Кстати, как вас зовут? Вы не сказали! Меня зовут Рос. Рос Фулбрик. Приятно познакомиться! Впервые в этом веке у нас появился новый чемпион! Биткоин! Большой банк. Аккуратнее там, Зубань. Биткоин. Что там? Сэр, Долларбот только что проиграл. Джонсон, опять твои дебильные пранки? Какому-то оранжевому чупа-чупсу. Ну что там, бро? Тсс, ты работай, не отвлекайся! Чупа-чупсу, эй! Полегче с зубами! Его зовут Биткоин, сэр. Биткоин? А? Что ещё за идиотское имя? Та-а-а! Та-а-а! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...